Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу снять еще один видеоролик на тему, как продлить плодоношение томатов. Когда одна зрительница задала мне этот вопрос в комментариях к видео, я сначала на улице показала самый простой способ. Помните, я рассказывала, что продлить плодоношение можно разными сроками посева. То есть одни сеете раньше, другие чуть позже, и третий сорта вообще поздно, чтобы они до глубокой осени плодоносили. Но это самый простой способ, его узнают все. Но сейчас я хочу рассказать о способе, который новичкам, возможно, еще не знаком. Эти знания вам пригодятся только на будущий год. Просто сейчас очень удобный момент. У меня есть как раз экземпляр, который я делала с ним эту процедуру. Я вам сейчас покажу, чтобы вы прям на наглядном примере поняли, что это значит. Вот у меня, я показывала вам много раз вот этот огород на балконе. Видите? Вот плодоносят томаты. Ну, все когда-то приходит всему конец. Вот это был штамбовый засолочный, вы, наверное, помните. Он был такой широкий, раскидистый куст, весь увешан томатами. Я их давно обобрала. То есть у него нормальное, естественное плодоношение закончилось. Он выглядел так же, как вот этот вот таймыр. Видите? Все кисти обобраны, все уже пусто. И на самой верхушке тут несколько. Вот если я сейчас их уберу, то все, жизнь у него закончится. Но у каждого томата есть вот такие какие-то или боковые, или прикорневые пасынки. И продлить плодоношение вот таким томатом, именно штамбовым, детерминатным, которые не растут. Я сейчас не говорю о индетерминатных сортах, у которых и так продолжительное плодоношение, им не надо ничего удлинять. Я говорю о тех сортах, у которых жизнь заканчивается через какой-то срок, которым суждено вот 5-6 кистей образовать и все. Вот видите растение? Оно вот так растет. Вот кисть, вот кисть, вот кисть, вот кисть. И вот эти кисти последние, все, оно больше ничего не даст. Вот сейчас он у меня, этот томат, отплодоносит. Я соберу эти томаты. Ну и куст благополучно можно будет выбрасывать. Но всегда есть выход, опять же про этот пасынок, оставить, вот видите, тут такие пасынки маленькие, но можно было даже оставить вот такой. Смотрите, вот видите, каждый маленький пасынок, который, казалось бы, ни на что не годен, видите, у него здесь цветочная кисть. Каждый пасынок мечтает стать полноценным стволом. Если вы вот этот ствол вот так уберете, просто обрежете и оставите пасынок, вот для примера, вот этот. Вот, у него начнется новая жизнь, такая же, как у того ствола. Снова будет первая кисть, вторая, третья, вот смотрите, первая кисть, вторая, третья, четвертая. Каждый пасынок способен стать вот таким же полноценным томатом, кустом. Если, конечно, вот этого всего не будет. Корневая система у него сильная, здоровая. Если растение ничем не больно, можете смело обрезать вот этот оплодоносивший и продолжать. Вот наглядный пример, я обрезала. Был вот такой же, как таймыр, посажен был вместе, вот такой толстый ствол. Видите, обрезано. Все, я обрезала. И оставила два пасынка, один вообще почти прикорневой. Ну, вот такие вот, они были крошечные-крошечные. Как только исчез основной ствол, корневая система, я же ее продолжаю поливать, если растение здоровое, корневая система начнет подавать те же самые питательные вещества в таком же количестве, и пасынок очень быстро превратится в ствол. Вот видите, совсем недавно он был вот такая крошка, как только убрали конкурента, он попер, и все. На пасынках, ну, я оставила два, можно было оставить один, и было бы, ну, такое же растение. Я оставила два. На пасынках сразу начали завязываться томаты, начали обильно появляться цветочные кисти. Вот этот штамповый засолочный был у меня посеян в марте, в конце марта, наверное. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот прошло уже полгода, и по идее это растение, оно уже должно было бы, ну, как засохнуть, и я его должна была бы выбросить. Но я ему дала вторую жизнь, то есть продлила плодоношение. Это вот самый распространенный такой способ с помощью, называется, я не помню как, ну, короче, через пасынок, продление плодоношения, или там удлинение вот этого срока вегетации через пасынок. Так, если растение штамповое или детерминатное, у него 5-6 кистей всего образуется, все оно вершкуется, оно засохнет, вы его выбросите. Если вы хотите продлить плодоношение, оставляйте один пасынок или два для дальнейшего выращивания. Смело потом обрезайте стебель вот этот, и у вас растение получит второй шанс. Так вы продлите плодоношение. Я показала это в ведре, потому что у меня на улице нет, негде показать. Я же там никогда этого не делаю, не обрезаю, у меня и так достаточно их, и сейчас они ищу. Но если, например, у вас мало места, и как вот зрительница сказала, очень рано все, в августе уже заканчивается, и они сидят конец августа, сентябрь вообще без томатов, можно продлить жизнь вот таким небольшим штамповым или детерминатным томатом. Все, я надеюсь, я понятно рассказала, ну как не знаю, рассказала своими словами, показала. Если кому-то что-то будет непонятно, зимой будете писать мне, я зимой буду более свободна и буду все подробно рассказывать, потому что некоторые даже не знают, чем отличаются детерминатные сорта от индетерминатных, что такое посынкование и что такое. Ну вообще многие новички не знают очень многого. Зимой мы будем вот эту огородную азбуку всю проходить, какие сорта подбирать, как все. Эта информация, конечно, уже вся пригодится на будущий год только, ну и что. Зато на будущий год мы, одолев вот эту огородную азбуку, во всеоружие, выйдем на свой садовый участок, как посадим-посадим, как вырастим-вырастим урожай, чтобы соседи завидовали, ну нет, завидовать не надо, чтобы соседи у нас учились. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это разговор на тему, как продлить плодоношение томатов, можно продлить через пасынок, вырастить еще один урожай. Субтитры создавал DimaTorzok